Итак, теперь все готово для того, чтобы создать непосредственно коллекцию литературы Гринстоун. Но, как я уже говорил в прошлом видео, для создания библиотеки новой и для ее администрирования существует специальная графическая оболочка. Специальных каких-то средств для запуска этой оболочки не предусмотрено, удобных. Значит, сама эта оболочка лежит в директории Gli. И чтобы ее запустить, надо запустить файл Gli Shell. Это обычный файл, написанный на скриптовом языке. Запуск этой самой оболочки. Ну вот, запускаем. Только, конечно, не забудьте, что перед запуском надо проверить права, чтобы там был выставлен бит на исполнение. Ну, пока он запускается, напомню, что из-за того, что этой оболочкой приходится часто пользоваться, я сделал себе более удобно и создал специальную иконку для запуска этой оболочки. Сама оболочка разделена на два окна. В первой окне представлена древовидная структура каталога в коллекции, а во втором окне можно производить с ними какие-нибудь манипуляции. Также сам интерфейс разбит на вкладки, которые выставлены в порядке создания библиотеки. Это вкладка «Загрузить». Она позволяет загружать в коллекцию материал из интернета. Вторая вкладка называется «Собрать». Эта вкладка нужна для того, чтобы загрузить в коллекцию источники с локального компьютера, а также администрировать с инструкцией. Третья вкладка называется «Наполнить». Здесь сгруппированы операции, которые позволяют добавлять в коллекцию метаданные. Что такое метаданные, об этом чуть попозже. Следующая вкладка позволяет администрировать сам проект, то есть добавлять плагины обработки документов, настраивать индексы поиска, то есть конфигурировать коллекцию. И наконец, следующая вкладка, она нужна для того, чтобы построить коллекцию. То есть здесь додаются опции для построения коллекции, но об этом чуть попозже. Значит, с чего начнём? Сначала надо непосредственно коллекцию создать. Делается это вот так вот. Файл. Новый. И появляется диалог создания коллекции. Что здесь вводится? Во-первых, имя коллекции. Ну, допустим, «My Books». Да? Дальше здесь можно написать краткую аннотацию коллекции. То есть, допустим, «Моя коллекция литературы». Нажимаем, и вот у нас создаётся новая коллекция. Сразу же, как организована структура каталогов? Сами коллекции, они хранятся в специальной директории Гринстоуна, которая называется «Collect». Что можно увидеть сразу здесь? Первое – это пример библиотеки «Demo». Оно поставляется уже с дистрибьютивом для того, чтобы можно было учиться создавать коллекции. Второе – это «Model». То есть, некий шаблон создания коллекции. Ну, это я создаю для себя коллекцию. А вот «My Books». Если мы откроем папку коллекции, мы здесь увидим сразу, какие каталоги. Каталог «Add», где хранятся различные файлы, настройки. Каталог «Script», где хранятся специальные скрипты коллекции. Ну, «Log» тоже не надо объяснять. Здесь хранятся логи. Нас сейчас интересует каталог, который называется «Import». Что это за каталог? Именно сюда надо вносить книги, которые потом войдут в коллекцию. То есть, вы помещаете сначала все файлы, которые должны очутиться в коллекции, в каталог «Import». Потом определяете им метаданные. Потом «Greenstone» создает коллекцию. И эти файлы из каталога «Import», «Greenstone» рассовывает их дальше по своим алгоритмам. Что еще надо? Вот здесь интересный файл, который называется «Greenstone Glee Call». Это, по сути дела, файл конфигурации коллекции. Это обычный текстовый файл. И вот мы видим здесь некие начальные опции коллекции. Что еще можно сделать? Естественно, если коллекцию можно создать, ее же можно и удалить. Делается это через оболочку. Так, файл, удалить. «MyBooks». Удалить «MyBooks». Обратите внимание, если коллекция активна, то ее удалить нельзя. Сейчас мы переоткроем коллекцию. «Открыть». Чтобы вновь созданная коллекция «MyBooks» стала неактивной. И теперь «Удалить». И вот теперь удаляем. Коллекция была удалена. А теперь, внимание, самое главное. Что удаление происходит безвозвратно. То есть, если вы удалили коллекцию, все, что там находилось, оно удаляется нахер. И восстановить его потом довольно проблематично. Ну, давайте еще теперь опять создадим эту коллекцию. Заново. И будем уже... Файл «Новая». «MyBooks». «Мои книги». И вот опять у нас создалась коллекция. Следующий шаг – это надо ее наполнить литературой. Значит, как ее наполнить литературой? Можно делать несколькими путями. Первое. Это вот через вот этот вот проводник. Можно вносить литературу. То есть, можно через проводник ходить по файловой системе компьютера. И вносить разную литературу. Ну, для начала я выберу несколько книг. Хорошо. Обратите внимание, идет копирование. То есть, Гринстоун копирует эти книги из моей папки, в которой они были изначально, к себе в папку «Импорт» этой коллекции. И сейчас мы посмотрим, убедимся, что эти книги действительно лежат там, в папке «Импорт». Чтобы вот с этой литературой не маяться, не перетаскивать, не копировать, не загромождать ее постоянно, ну, то есть, чтобы одни и те же книги были в двух местах на компьютере, а потом еще и в трех местах, потому что Гринстоун их потом во время построения коллекции раскидает по всему диску, я поступаю чуть-чуть похитрее. Я делаю ссылки на каталоги с литературой в каталог «Импорт». Отсюда удалю. «Символическая ссылка». Дальше. «Символическая ссылка». Дальше. Вот я сделал символические ссылки. И теперь... Вот они, наши книжечки. Они уже здесь видны в категории «Импорт». Но сразу хочу предостеречь. Если вы сделаете символические ссылки на литературу с какого-то места жесткого диска, а потом вдруг решите удалить коллекцию, то знаете, что Гринстоун удалит все файлы. Он пройдется по символическим ссылкам и удалит все файлы, которые лежали у вас на жестком диске в папках, связанных с ссылками. То есть, фактически, если вы сейчас удалите вот эту коллекцию, созданную нами, то все книги, лежащие в соответствующей директории, то есть, уже не в импорте, а в той директории, на которую ссылаются ссылки, они тоже уйдут. Я один раз так по глупости удалил, и у меня удалилось очень много хорошей литературы, которую потом я не смог восстановить даже специальными программами для восстановления удаленных файлов. Но хорошо, что у меня эти книги были на диске, и поэтому безвозвратно они не удалились все-таки. Ну да ладно. Возьмем отсюда несколько книг. Обратите внимание на это сообщение. Гринстоун говорит, что ни один из плагинов не связан с этим файлом, потому что Гринстоун обрабатывает файлы при помощи специальных плагинов. И если плагинов нету, то он не знает, как обработать эти файлы. Все, мы коллекцию собрали. Теперь, что можно сделать? Коллекцию можно еще организовывать в папке. Вы обратили внимание, что у меня она рассована по папкам в зависимости от расширения дежавю, pdf. Вы тоже можете организовать по папкам. Допустим, дежавю. И кидаем туда все документы с расширением дежавю. Следующее, правый клик мыши. В меню новая папка. И называем ее, допустим, pdf. Окей. И кидаем туда все документы формата pdf. Итак. Теперь, на данном этапе мы создали коллекцию. Мы рассмотрели структуру ее каталогов и внесли туда документы. Но внесли, это еще не значит, что они обработаны и доступны в этой коллекции. Мы просто внесли документы, которые будут потом обработаны. То есть, если мы сейчас запустим гринстоун, то мы не увидим на стартовой странице нашей коллекции. Потому что коллекцию еще надо собрать. Мы просто ее создали и просто предварительно внесли туда литературу, которую надо еще обработать. Чтобы коллекция стала видимой на странице, ее надо собрать. Что мы сейчас и сделаем. Для того, чтобы собрать коллекцию, надо... Для того, чтобы создать коллекцию, надо перейти во вкладку «Создать» и... Нажать кнопку «Создать» и вот видим, что идет... Идет процесс создания. Процесс создания будет довольно долгий. Почему? Потому что гринстоун обрабатывает каждый источник своими плагинами и извлекает оттуда метаданные какие-то. Итак, вот теперь электронная коллекция создана. Если мы теперь посмотрим на структуру, как изменилась структура каталогов... Видно, что появилась папка архива. Видите, здесь папки с различными именами, куда гринстоун распихал коллекцию. И обратите внимание вот на что. Он обрабатывает коллекцию и старается вот из PDF документа извлечь метаданные, извлечь различные данные. Допустим, в данном случае он из него извлек все картинки, а сам документ, саму книгу сохранил в этой папке и дал ей имя «Док». Просто «Док», «Документ». Вот эта книга, которая была. И если мы теперь посмотрим, обновим окно коллекции, мы увидим, что вот появилась новая коллекция MyBooks.